Да мы играем, конечно. Я думаю, наши выиграют в 3-2 или 3-1. И мне кажется, интереснее будет. Знаю, моя интуиция. Интуиция болельщиков Динамо Алтай все же подвела. В Самаре счет был равным 1-1, но дома все пошло не по плану со старта. В самом начале первого домашнего матча шайба то и дело летала рядом с алтайскими воротами, но барнаулицы держались. После перерыва энергичные атаки обеих команд перешли в позиционную войну. Начиная со второго периода, в принципе, мы наладили контроль шайбы. Уже возникали моменты где-то хладнокровия, рассудительности, чтобы забить вот этот первый гол нам не хватило. Не дожали и самарчане. Все голы пришлись на третий период. Снайперским ударом открыли счет гости. Сразу после второго гола со стороны летчиков на некоторое время инициативу захватили барнаульские хоккеисты. А позже Динамо Алтай решил брать численным составом. Вместо вратаря на лед выпустили шестого полевого игрока. И это сыграло злую шутку. Во втором домашнем матче с ЦСКА ВВС, казалось бы, все шло куда лучше. В начале игры барнаульцы задали темп и вырвались вперед. Но к третьему периоду летчики догнали и перегнали оппонентов. С разрывом всего в одну шайбу. 4-3. Не помогли ни стены, ни болельщики. Которых на трибуне Титов-арены было более 4-х тысяч. Очень приятно играть при такой аудитории, когда народ есть. То есть эта серия вообще отличается. И в Самаре было большое количество зрителей и здесь. Сейчас общий счет по итогам четырех игр 3-1 в пользу ЦСКА ВВС. Летчикам осталось выиграть всего один матч, чтобы забрать Кубок Федерации. Следующий ледовое побоище между клубами будет в Самаре. И если Динамо Алтай выстоит, шестой матч пройдет вновь в Барнауле 22 апреля. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком!